Распространение звука в кирпиче. Появляется знаменитый бозон Хиггса, у нас есть фотоны и фаноны. Отличие всего в одной букве, но разница между ними колоссальная. Они друг друга почувствуют. Звук и свет очень похожи. Они распространяются очень быстро и тот и другой по сравнению с человеческими скоростями и при этом невидимы для человека. Звук это распространение давления в материи. Свет же распространяется безо всякой материи. Более того, он лучше всего распространяется в вакууме, где никакой материи нет. Если посмотреть на это чуть более глубоко, выяснится, что с точки зрения квантовой теории у нас есть кванты электромагнитного излучения, это фотоны так называемые. И кванты того, что можно назвать акустической волной. Кванты акустической волны называются предсказуемо фанонами. Значит, у нас есть фотоны и фаноны. Отличие всего в одной букве, но разница между ними колоссальная. Если я хочу говорить не только о том, что отличает фотоны и фаноны, а об их общих свойствах, окажется, что и фотоны и фаноны безмассовые. У них нет массы. Но происхождение этого явления опять-таки совершенно разное. Лежит в разных областях физики. Фотоны кванты электромагнитного излучения безмассовые потому, что электромагнитное излучение, электромагнитное взаимодействие, вернее, распространяется на очень большие расстояния, на бесконечно большие. Если вы возьмете два заряженных объекта, то неважно на каком расстоянии они находятся друг от друга, они друг друга почувствуют. И почувствуют они друг друга за счет того, что они обмениваются беспрерывно фотонами. У фанонов массы нет по совсем другим причинам. Дело в том, что они теряют эту массу, она становится нулевой за счет такого явления, которое физике известно как нарушение симметрии. Я сейчас постараюсь быстро объяснить, что это значит. Симметрия – это такое явление, когда при изменении вашей системы в ней ничего не меняется. В пустоте, насколько бы я не передвинулся, я всегда вокруг себя буду наблюдать одно и то же. Я скажу, что мое пространство симметрично относительно сдвигов. Но если мы имеем дело с материей, допустим, мы рассматриваем взаимодействие распространения звука в кирпиче. Если мы имеем дело с материей, вот у нас есть кирпич, и он имеет конечные размеры. Если я отойду от него на 100 километров, я больше не увижу кирпича. Это значит, что кирпич нарушает, как говорят физики, инвариантность относительно сдвигов. Он нарушает симметрию относительно сдвигов. Пространство около кирпича совершенно не то же самое пространство, чем в 100 километрах от кирпича. За счет этого происходит нарушение симметрии. За счет нарушения симметрии у нас есть все элементарные частицы, которые мы видим вокруг. За счет нарушения симметрии появляется знаменитый бозон Хиггса, который физики обнаружили 10 лет назад на Большом адронном коллайдере. И за счет нарушения симметрии наши фаноны, кванты акустической волны, теряют массу. Оказывается, есть такой механизм Голдстоуна, согласно которому в результате нарушения симметрии наши кванты могут быть безмассовыми. И вот фаноны – это как раз следствие нарушенной симметрии, а нарушена она потому, повторяю, что наши объекты имеют конечные размеры, и наши фаноны вследствие этой нарушенной симметрии оказываются безмассовыми. Итак, фотоны кванты электромагнитной волны и фаноны кванты акустической волны имеют одинаковую массу нулевую. Это то, что их объединяет. Тут у опытливого человека может возникнуть вопрос, почему они распространяются с разными скоростями? Почему скорость звука и скорость света настолько сильно отличаются, грубо говоря? Казалось бы, у безмассовой частицы должна быть скорость распространения равная скорости света. Но это, конечно, не так. Потому что, как я уже объяснил, в случае с распространением звука в какой-то материи мы имеем дело с нарушенной симметрией. И вот оказывается, что помимо симметрии относительно сдвигов, про которую я уже рассказал, в пространстве вокруг нас есть еще одна фундаментальная симметрия – симметрия преобразований Лоренца, тех преобразований, за счет которых существует теория относительности. И в пустоте, там, где распространяются электромагнитные волны, эта симметрия есть. Мы можем, грубо говоря, мы можем переходить из одной системы отсчета в другую, и физическая картинка мира для нас не поменяется. Но если мы имеем дело с веществом, опять же вернемся к кирпичу. Понятно, что если я немножко сдвинусь, если я буду вдоль этого кирпича, например, с какой-то скоростью двигаться, то этот кирпич будет выглядеть иначе. Как сказали бы физики, кирпич нарушает симметрию Лоренца вокруг нас. И за счет этого у фанона, за счет того, что он находится в пространстве с нарушенной симметрией Лоренца, скорость очень сильно отличается от световой. Подытоживая, мы не видим звук по нескольким причинам. Во-первых, частоты звуковой волны сильно отличаются от частот электромагнитной волны, то есть света. За счет того, что звуку надо очень угрубляя расталкивать материю вокруг себя, а электромагнитной волне это не нужно. И второе, скорость звука очень сильно отличается от скорости света, потому что свет живет в пространстве с идеальной симметрией, симметрией группы Лоренца, а звук, к сожалению, этим похвастаться не может. За счет этого у них такая большая разница в скорости. Несмотря на то, что звук и свет для нас выглядят более-менее одинаково, как я уже говорил, они очень быстрые и распространяются незаметно, это очень разная физика. И изучать ее как физику фанонов, так и физику фотонов необычайно интересны. Это две области современной физики. Фаноны — это физика конденсированного состояния, фотоны — это теория поля, квантовая электродинамика или может быть теория слабых взаимодействий. Эти две области необычайно интересны для изучения и остаются такими и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok